Продолжение следует... 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 Вот я точно дома сегодня. Я говорю иногда людям, ты закрой свои усталучи, и все. Ну, это нелегко, потому что если тебя прет, из тебя прет. А ты с бытка сердца, говорят устал. Обрати внимание, ты вредишь себе. Никому. Только себе. Со своих слов ты составляешь определенное облако или атмосферу своей жизни. Писание говорит, не давайте места дьяволу. Это начинается со слов. П. Уста. Это как дверь. Открываешь уста, впускаешь что-то. Или наоборот, открываешь уста и выпускаешь. Это не психология. Это божественное слово. Ты выпускаешь определенную атмосферу. Слово Божьего. Духа Божьего. Ты сходил к врачу, тебе дали диагноз. Хорошо, нет проблем. Есть диагноз, слава Богу. Но я готов отразить диагноз. Мы с собой ходили к врачу. Было сложно очень. Но я принимал каждый раз решение говорить, рано ми его я исцеляю. Перед тем, как зайти к врачу, я ставил проповедника веры в уши наушники и начинал слушать. О, это глупо, Орен. О, это типщи, Орен. Поэтому Орен стоит перед тобой и хорошо видит. Потому что это глупо в твоих глазах. А потом три раза в видении ко мне пришел проповедник веры и сказал, давай помолимся. Три раза у меня было видение. Одно и тофь. Это не сочинение, это результат. Я всегда рассказываю то, где есть результат. Благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. Когда ты слышишь это в общине, ты говоришь, я хочу это. Ну, тогда начни делать то, что я тебе говорил. Вначале закрой рот. Ой, пастор, как грубо. Закрой уст. Прижми губки. Ну, не знаю, как тебе сказать. Держи язык за зубами. В общем, перестань говорить. И начни наполнять свое сердце словом и духом. И начни молиться на иных языках. Назидай себя на святейшей вере, о которой сказано в Писании. Перестань говорить слова неверия. Перестань говорить сомнение. Ты не понял, что это тебе не помогает. Это тебя уничтожает. И он говорит, классно. Даже трудиться не надо. Он сам. Он сам все. Он своим бесом говорит, да, он сам все. Есть закон сияния жатвы, он все сам, оставьте его, он сам не может говорить, как только ты научаешься говорить, он говорит, включите печку посильнее, ничего страшного, как же ты, смотри, побеждает тот, кто не сдается. Как же ты учишься? Раз победил, чуть-чуть, вау, получилось, печку включили побольше, ты говоришь, память, память должна быть хорошей, я победил, значит я смогу еще раз победить, победил еще раз, еще раз, еще раз, поэтому писание говорит, от веры в веру, от славы в славу. Ну очень просто все, один раз не зажог сигарету, Говоришь, у меня шаббат, три дня. Ты говоришь, у меня шаббат, три дня. Опа, победил. Йопи, не так сложно было. Один раз не посмотрел там, что не надо. Память не цепит в середине. Опа, акацца можешь. Метцебр, что ты успел. Один раз не выпил. Память не шаббат, шот. Шот. Опа, акацца можешь. И вот так раз, два, три. И ты начинаешь расти в душе. Все великое, очень простое. Хорошо. Откройте вместе со мной. Вы учитесь чему-то сегодня. Вы знаете, в чем уникум Слово Божье? Уникальность. В том, что ты берешь одни и те же стихи. И учишь совершенно на разные темы. Вот в чем уникальность Божественного Слова. Это наивысшее откровение Бога на земле. Это хазон хаммероман, О, гево, беда. Аетгалют. Аетгалют, неркот. Аетгалют, хагборха, бейотер, Шелелуим, ани-адамот. Бог ничего больше не добавит сюда и не убавит отсюда. 66 посланий библии Это то, что нужно человеку, этого достаточно. Это хорошо, что мы пишем духовные книги, читаем их. Но все книги, которые духовные, но не основываются на этом 100%. Эти книги читать нельзя. Потому что это духовный блуд. Как-то ты строга, пастор. Если ты читаешь другую духовную литературу, которая не признает, что Иешуа Мессия, что ты духовно блудишь. И не рассказывай мне, что ты учишься. В Библии достаточно, чтобы учиться. Поэтому Бог поставил в Своей общине. Апостолы. Апостолы это вот. Поэтому без этого пальца очень тяжело. Пророков. Евангелистов. Евангелистов. Нельзя показывать как-то... Евангелистов. Евангелистов. Пастырей. Учителей. А что вы подумали вот это, когда я сказал? Когда я сказал? Я не то имел в виду. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Ладно. Поэтому нам достаточно Писания. И нам достаточно Духа Божьего. И достаточно даров призвания. Чтобы нас поднять в Духе. Псалом 83. Вот сегодня Марина пела. Как будто знала, о чем я буду проповедовать. Как вожделенный жилище твоей Господи сил. Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. То есть человек находится в определенном таком... Сложном состоянии душевном. Мои, ядидот, мишкенотеха, Адонай Цебаот. Нехшифа, Вегам, калитану пши, Леха Церрот, Адонай. Леви и усари, Иранену, Эль-Эль-Хай. Мергишим, Шаабин-эдам, Немцапо, Бемотцов, Непоси, Кашек, Канире. И птичка, Нахоид, Сибе, Жилио, Илазточка, Гнездо, Сибе, Где положить птицов твоих. Гам, ципор, Матта байт, Удрор, Кенла, Ашер, Шатта, Эль-Орхея, Эт Мезбахотеха, Адонай Цебаот, Малки, Велорай. Блаженны, Живу, Шиев, Доми, Твоем, Ани, Непрестанна, Будут, Восхвалят, Тебя. Ашер, Иушвей, Битеха, Одия, Луха, Тела. То есть, Это связан на сустаме. Сердцем на сустаме. Мы здесь что-то видим. Я бы это перефразировал так. Блаженны, Научающиеся от Тебя в доме Твоем, Потому что они непрестанна будут наполнены в сердце своем, И наполнены хвалой в устах своих. И дальше он говорит, Блажен человек, Которого сила в Тебе, И у которого в сердце стези направлены к Тебе. И вот скорбь. Вот скорбь. Смотрите, Проходя долиною плача, Вот здесь начинается проблема. Как можно узнать, Человек верующий или нет? Почему наши самые близкие знают, Кто мы? Потому что мы с ними проводим больше всего времени. Здесь мы аллилуйя. Ну это ясно, Помазание коллективное. Есть здесь помазание. И есть там еще есть месиха. И те, Которые разбиты, И приходят сюда. Помазание. И они все шеуруи, И вверху, Их вот сюда. И вот здесь, Ну а когда мы еще там, Потом домой идем. Или раз так, Вахали. И кто-то нам не дал проехать. И можно увидеть, Каким аллилуйевичи. веру можно увидеть как? через слух ты слышишь что говорят люди ты видишь их веру амин смотрите он говорит проходя долину и плач они открывают в ней источники и дождь покрывает ее благословение соедините это с тем что сказал шлюмо благословение господня обогащает всегда и везде где бы ты не был и печали с собой не приносит не важно где ты находишься потому что не важно место важно статус не важно где ты важно кто ты я думаю что вы меня слышите хорошо не важно где ты важно кто ты иосиф был в тюрьме и он знал кто он он получил слово свыше и он культивировал это слово в своих хустах поэтому не важно где ты важно кто ты ты должен научиться говорить соответственно тому не где ты а тому кто ты проходя долину и плач они открывают в ней источники и дождь благословение покрывает ее ради них потому что они приняли решение они идут точно так же как израиль из египта в землю обитованную но у них есть пример пример добрый и пример дурной простите у них есть пример как себя вести в пустыне они идут в долине плача эмэк абаха интересное слово это значит глубоко глубоко амок аммэк 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 правильно это? гулбако аммок аммок там вообще плач там скрежет зубов аммок есть амбеки и херекат шинайм но они идут и провозглашают божественное слово потому что они знают кто они слушайте меня слушайте меня и они знают куда они идут я вам сейчас это докажу если ты не знаешь кто ты ты не знаешь куда ты идешь если ты не знаешь кто ты ты не знаешь куда ты идешь Смотрите, что Писание говорит. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Люди говорят, язык до Киева доведет. Нет, язык до Бога доведет, на Сионе. А на Сионе величайшие блага славе нигде. Поэтому, когда ты видишь, что твои родственники, дети, папы, мамы, мужья, жены, что-то там все неправильно ведут. Открывай в духе свои ракеты. Слова благословения, не начинай бомбардировать. Веди их с собой на Сионе. Перестань говорить, не вери. Перестань, я чувствую. Да ты уже, слушай, 20 лет чувствуешь. И все эти 20 лет тебе не помогают твои чувства. Мы не живем по чувствам, мы живем верой. Сколько можно чувствовать? Пастор, как ты чувствуешь? Я себя хорошо чувствую. Как ты думаешь, если ты меня спрашиваешь? Я подумаю. А насчет того, как я чувствую, чувствую хорошо. Потому что ранами его я исцелю. Поэтому нужно как-то нам уже крест на уста, как говорил один пастырь. А не, он говорил, он говорил, кровь на уста, кровь на уста. Чтобы мыло я очистил уста наш. В общем, вы поняли проповедь? Тогда 18 главу притчи откройте вместе со мной. С 20 стиха. От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка и любящий его вкусят от плодов его. Перья. Очень интересно, что то, что мы говорим, в тех мы превращаемся. Очень интересно. Что мы говорим, то мы превращаемся. Оказывается, в духовном плане, то, что мы говорим, то мы едим. Местебр, что в опыте руханным, что мы говорим, то мы едим. Иной раз, если бы Бог открыл наши глаза духовные, и мы увидели бы наши слова, которые мы потом едим, опять... Ну, давайте, я вот... Ну, давайте, я вот... Давайте. ...давайте, хороший фрукт. Ты его разрезаешь. А там черви. Там все прогнившее. И уже даже пахнет плохо. Прости за такое сравнение. Потому что слова неверия хуже, чем то, что я сказал. Потому что, ну, может, кому-то и кашер на змеи кушать. Но слова неверия это змеи. Ты представляешь, живые змеи. И очень ядовиты. Ты бы ел это? Ты бы паял это? Ну, нет, конечно. Ну, пастор, ну, ты, пастор, ну, че? Ну, конечно, нет. Ну, я вот разрезаю яблочко. Я хочу тапуа. Смотри, там что-то не так. Я не экономлю. Я его викидал. Я зорегу. Не хочу его есть. Я не хочу его есть. Он прогнивший. Он ракуум. Но если ты не хочешь есть что-то прогнившее в духе... Перестань говорить гниль. Тепсик, לדבר реквон. Аминь. Аминь. Не надо говорить гниль. Не на себя. Не на свою семью. Не на свою семью. Да и даже на врагов своих. Потому что поистине враги человеку домашний его. Так сказал Господь. Как сказал Господь. И мы это сейчас переживаем в Израиле, потому что это наши домашние превратились в наших врагов. Потому что мы верим в Иешуа. И теперь он говорит. Теперь он говорит. Смерть и жизнь. Я заметил все и даже я. Мы здесь в этом стихе делаем ошибку. Все великие проповедники веры. Говорят жизнь и смерть. Но мне один раз женщина обличилась и сказала, там так не написано. Там написано смерть и жизнь. Я начал идти. Когда меня обличают, я учусь. Потому что обличи мудро, он научится еще чему-то. А если ты глупого обличишь. И если ты глупого обличишь. То беда. Цера, цера лиха. Я начал рассуждать сам себе и искать. Почему смерть и жизнь во власти языка? Потому что когда адам согрешил. Который стал духом говорящим. Адам. Он же шеапах леют рух медаберет. Богу нужно что-то исправить. Илухим צריך литакен ма шеу. Чтобы вновь. Мы могли иметь благословение, которое имел адам. Альменат шашу. Нуха накабел от отца аппараха. Шаиита на адам. И бог это не делает без нашего участия. Потому что мы не марионетки. Мы Божьи дети. Он дает нам свободу выбора. Сегодня хорошее слово было у брата Андрея. Он так нас обличал, обличал. И в конце утешил так. Говорит, бог Сёрн нас не выбросит. Он будет терпеливо ждать. Пока мы изменимся. Пока мы обновимся. Это очень важно. Смерть и жизнь. Потому что прежде всего за своего состояния. В котором мы жили. Как нерожденные свыше. Что с нами было? Мы выбирали в начале смерти. Поэтому Соломон пишет. Смерть и жизнь во власти языка. Обратите внимание. Не жизнь и смерть. Смерть и жизнь. Момет и жизнь. Поэтому тебе нужно подумать. Что ты скажешь. Что ты скажешь. Ты или говоришь смерть, или говоришь жизнь. И любишь, что его вкусят от плодов его. И любишь, что его вкусят от плодов его. Знаете, в чем отличие? Знаете, Дерек Принц сказал. Дерек Принц сказал. Что то, что Римлян нам написано. Все согрешили. И все лишены славы Божьи. Он сказал. Это не просто грех Адама. Он сказал. Все согрешили в одном. Он сказал. Нет ни одного, кто бы хотя бы раз не согрешил. Он сказал. Он сказал. Нет ни одного, кто бы хотя бы раз не согрешил. И смотрите. Все лишены славы Божьи. Которые. Все нитоли. Оказывается, через свои слова ты можешь лишить себя Божественной славы. Слышите. Только один не согрешил устами Своими. И поэтому Бог хочет, чтобы мы учились от Него. Его зовут Яшуа Амаших. Написано, что греха не совершил и лести не было в устах Его. И последнее место Писания. Последнее место Писания. Я заканчиваю. Иваним Асанем. Псалом. Тейлим. Мизмор. Мизмор. Сорок четвертый. Мемгей. Учение сынов Кореевых. Песь любви. Излилось из сердца моего слова благое. Слово благое. Я говорю. Песь моя цари. Язык мой трось с караписса. Песь моя цари. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Есть результат тому, что благодать изливается. Благодать из-за того, что небо не проносит. Благодать из-за того, что небо не проносит. Благодать из-за того, что небо не проносит. Я сказал вам, последнее местописание, дайте еще одно место. Я чувствую, что Дух что-то Божий хочет сказать. Он говорит, теперь ты можешь мечом пользоваться. Откровение 19.15. Изуж же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Когда он пасет их жезлом железным, он топчет тачила вина ярости и гнева бога вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя царь царей и господь господствующих. Когда ты научишься владеть своими устами, Тогда Бог тебе даст Завладевать Многими вещами Ваиме ишу Гасподствуй над этим Научись владеть устами языком Это не просто, сколько терпеть, я уже не могу терпеть, я ему сейчас так скажу. Нет, это наполнять свое сердце словом и духом. Я не так, я терплю, терплю. Ваиме ишу Как я ему не сказал? Аминь. 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 Продолжение следует... ..? Продолжение следует...